всем привет с вами аксана делиза и сегодня 4 октября на дворе и пора уже подвести итоги месяца такой будет видео отчет тоже к моей видео игре видео к моему совместному проекту который провожу в контакте к моей игре 2 к 1 ну и заодно отчета проделаны работы за месяц все таки и так первой работы которые я вышивала и закончила в сентябре месяце это был зайка отсечкаль зайка оксана течка закончила я ее 3 сентября хотя планировала вышиваю закончить ее еще в августе то есть хотел чтобы была работа итогом августа но там буквально мне не хватило пару дней вышивальных работа 90 на 65 крестиков дробным бэком три четверть крестики в работе присутствует и всего из вышивальных дней я посчитать сколько я вышивала 5 8 9 9 целых 9 дней я знаю что есть вышивальщицы ирина тебе привет если ты вдруг посмотрела мое видео но которые могут вышить из такую зайку за три дня вот у меня ушло на это примерно 9 дней приблизительно 4 но четыре с половиной 4 369 крестиков этой работе вышивалась она на бритни лугана молочного цвета золотым лерексом вот таким и работа получилась примерно 28 каунт работа получилась примерно но где-то 11 сантиметров до на приблизительно на 15 где-то так на двадцать восьмом каунте вышивать было ее исключительно приятно даже бэк здесь был тоже приятный вот допустим вот эти вот кружочки горошек он вышивался исключительно бэкстичем и это было очень приятная работа бэкстич на ушках и мордочки был немножко посложнее остальное такой был достаточно простой тем более когда вышивается это на равномерке дробный бэк там как-то особого значения и не имеет все видно вот такая получилась лапуля очень мне понравился результат этой работы понравился процесс этой работы спасибо юли те за подарок большой я с удовольствием был высшего и закончив эту прелестную зайку по если подводить до итоги уже сентября то у меня всего одна готовая работа это вот эта малышка зайка и еще три работы я в сентябре продвигала второй работы которые я вышивала в сентябре месяце уделила ей наверное по если по трекеру смотреть дальше по графику смотреть моему на сентябрь месяц то уделила ей больше всего времени сентябре извините раскрутилась я ее пыталась раскрутить чтобы показать вам все что я вышила на вышивала за этот месяц у меня она выше выпала из рамы вот когда рамы такие на речках бывает выпадает итак лилия вышивала сейчас посчитаем 4 5 плюс 1 10 4 где-то 14 дней то есть половину месяца я уделила этой работе знаете покажу вам превью как должна выглядеть эта работа это леды вудс по называется знаете как перевод и что перевод что озвучивание английского текста у меня с этим не очень хорошо хоть я пытаюсь ну вот как есть да то есть вот это бренд миробилия вот такая красотка спящая на веточке и вот добралась я приблизительно до половины очень хорошо и сейчас видно мой слушайте как мне нравится через как смотрится через камеру да и не через камеру вот сеть хорошо что я сейчас снимают отчетное видео я ее развернула и я имею возможность потому что я до этого не разворачивала как-то наоборот закручивала закручивала даже делала каждый раз уже раму она у меня максимально очень высокая там получается около 50 сантиметров а я ее скрутила наверное сантиметров 20 у меня осталось вот такие настолько я ее скрутила вышивая по бумажной схеме веду только статистику через через программу кростич сага потому что ну на не нашла я удачного перенабора к сожалению вот и тем более тут наделала столько делов в общем в этой работе у меня вышло больше девяти тысяч крестиков за сентябрь сейчас будет очень интересная часть да это верхняя часть тела лилечки и и голова и и волосы крылышки сейчас работу включать включаться может креник ну я решила подождать креник бисер буду пришивать потом сейчас я хочу до вышивать все ниточками там покрывала подушку и все потом работу работу я хочу постирать потому что я размечала этот ли он розовым карандашом прим вы его не видите на камеру но я его отлично вижу извините что вот в таком состоянии мятом леона для он пирамином кстати заминается очень классно а проглаживается не очень классно вот но работа мне нравится сусти как мне нравится когда вы генером по ней соскучилась то есть я вышиваю и две недели я слегка была утомилась и мне хотелось переключиться на другую работу вот так что организации я вам уже показывала что ниточки я организовывать на таком органайзере это китайский органайзер значки нарисовалась от руки сама выпадает вот это постоянно бирка или этикетка но мне что спасает я знаю что вот эта . это белый белый цвет и я ее вставляю всегда даже если она выпала я вставляю сюда правильно потому что вот он здесь белый цвет вот а так предстоит мне очень очень интересная часть еще раз показываю кстати этикетку от льна чтобы вот то что спрашивали пожалуйста посмотрите спрашивали на каком не вышиваю и вот предстоит очень интересная часть подключить красивейшие материалы которые здесь есть здесь много бисера много декоративных материалов трежерсы вот такие есть листочки украшательства на платье самое интересное еще здесь впереди здесь то есть я вышила получается самую такую как бы скучную части можно сказать потому что вот подол платья вот все это много одним цветом зашивается и так далее так далее кому-то это скучно но хотя мне было это вышивается легко не сложно поэтому было нормально вот здесь веточка покажу вам эту веточку в неделях я и не разворачивала не показывал сейчас вот вам все поближе детали покажу вот эту веточку я ошибалась несколько раз сама не знаю почему ошибалась только раз ну вот как-то у меня так получилось вроде бы одним цветом вышивается просто будут два символа полу крестом и крестом и что-то меня все время сбивала не знаем предстоятель ошибаться в одном цвете то есть то что вышиваешь не разными цветами в одном цвете и уже я вышив практически половину там чуть-чуть менее у месяца 47 процентов почти выше то и я поняла что мне надо срочно переключаться на другой проект почему а я вам сейчас расскажу то ли сняв тег который был по моему назывался а я не помню как он назывался честно а про заморочки что-то там было про заморочки то ли сняв этот тег то ли еще по какой-то причине но я поняла что ну знаете вот прям вот думаю постоянно вообще многоцветках о многоцветных работах то ли действительно сейчас много на ю тубе а я такая поддающиеся влияние ютубном ну в общем я поняла что я уже практически днем и ночью думаю только об этом проекте и очень хочу его вышивать показываю вам сейчас превью я специально распечатывала его вот во весь такой вот а4 формат это скрин схемы это не оригинал картины это скрин схемы от от ольги башкировой вот такая красота это меняю шляпку на кота условно ну по моему называется картина совсем по-другому ну вот условно она теперь уже вышивальном мире так и называется меняю шляпку на кота и к слову сказать вышивала я ее получается в сентябре всего пять дней на вышивав ну почти наверно до 5738 крестиков по плану было у меня 5000 за сентябрь и в общем-то план вот здесь я выполнила принципе как и влили вот такая у меня получается сейчас красота я поняла что все я не могу я хочу вышивать именно многоцветную работу в общем я думала только об этом лазила повтор по группам с авторскими схемами и так далее так далее да есть у меня в мечтах несколько вот таких хороших больших работ масштабных многоцветных но не более 10 на пальцах двух рук можно посчитать и я очень рада что я все-таки приступила потому что я поняла что не так страшно как все это кажется то есть у страха глаза велики как говорят а если этого не боятся если приспособиться переорганизовать то конечно все все пойдет как по маслу все будет хорошо и все будет легко и приятно самое главное что легко и приятно есть конечно немножко замороченные места это вот например вот здесь где-то вот идет керосиновая лампа уже здесь немного ну вот это но здесь есть и большие участки где вышивается одним цветом то есть вот и такие и такие участки есть самое главное правильно организовать ну во всяком случае правильно это для каждого понятия на самом деле относительное удобно организовать для себя во первых я сняла и и вот все таки я думала на большой раме только на большой и все такое чтобы было полностью но я поняла что вот так у снапов 28 на 40 там три что ли по моему вполне мне достаточно вот этих у снапов здесь ого сколько еще место поэтому вышиваю я ее в комфортно на этих кут на пах с помощью держателя кресельного вышиваю практически пнуть на диване облокотившись по спинку дивана на подушку спиной вытянув ноги с помощью держателя кресельного для пялец ну чуть ли не полулёжа да вот это вот ну можно сказать полулёжа даже и мне очень комфортно вышивается так что работа замечательная органе что первое я переорганизовала то есть чтобы это было комфортно ну во первых действительно кростич сагал электронная схема она поэтому да это очень помогает особенно когда вот схема такая цветная я люблю вышивать по цветным схемам второе это органайзеры я их тут уже замотала так вот органайзеры на которые я вышиваю я одной иглой не парку почти ничего вот вышиваю я когда нитку всю вышью когда даже пасму пасму всю вышью организовала на вот такие органайзеры с своей ниточки а почти все кроме там нескольких мне не хватило больше 50 блендов в этой работе у меня органайзер вот такой деревянный на 44 по моему бленда си не ошибаюсь или на 40 блендов ну что-то такое я уже не помню меньше 50 не хочет считать организовала вот таким образом видите бленды то есть у меня там ближе до показать значок первого вот 224 761 вот вот эта ниточка 224 1 2 761 чтобы даже я видела где-то цвет и похожие ниточки я постаралась организовать именно сюда а бленды которые вот такие вот отличающиеся я уже оставшиеся органи оставила просто вот на этих органайзеров которые я не перепутаю это мне я и это мне помогает потому что я не путаю больше цвета потому что до этого когда я вышивала работу эту первый раз я напутала там я не различала эти бленды потому что есть бленды действительно из цветов малины которые очень близки по цвету своему и конечно это в работе это мне очень усложняло я просто как оказалось потом я уже когда разбиралась и перебирала эти нитки обратно я много цветов напутала не могу сказать что у меня самая простая организация конечно может быть она немножко замудренная потому что смотрите да ну во первых все это организм хотя бы вот большого стану от большого станка я избавилась дальше у меня есть папка ну наверное бумажную схему в этой папке я хранила бумажную схему здесь ключи запасные матки ниток в общем от бумажной схемы можно уже избавиться уже смысла нет ее держать вот ключи еще запасные нет уже пригодились я несколько распечатывал вот такой у меня ключ есть тоже его распечатывал здесь же превью храню здесь же я храню огрызок того что я когда-то вышила вот я его вам показывала уже не знаю жалко мне расставаться пусть пока будет дальше папка 1 папку черную для органайзеров я вам тоже уже показывала папка 2 где я хранить все эти органайзеры вот так да конечно немножко все таки получается громоздкой пока я тут вам вот видите с деревянного они это все нормально не влезает но я его все равно умудряюсь закрывать папка 2 и плюс еще у меня коробочка 3 тоже здесь намотанные на место конечно много занимает ну пока более удобного я для себя ничего не изобрела и вот здесь перемотанные уже здесь есть видите дубли тоже все пособирала все что мне тут было вот коробочка с цветами но удобнее на эту организацию на 1 сага 2 я переорганизовала все на органайзерах 3 я вот теперь вышиваю на кус напах и это я считаю очень значительно увеличила мою скорость ногу вышивала я эту красотку и поняла что начала немножко подуставать именно вот я попала надо было мне все все зашивать именно таким способом когда вышиваются сначала одиночные крестики разбросанные крестики и только потом вышиваются уже большие участки ну вот я здесь немножко вот этого не не учла в одном моменте то есть старалась но все равно оставила себе получается вот тут под 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 конец фрагмент оставила себе тут одиночек одиночек начала немножко уже уставать но тут рулетка вмешалась в нашей игре выпала мне на проект номер восемь а проект номер восемь у меня ангел-хранитель от dimensions итак ангел-хранитель от dimensions у меня вышивался в этом месяце по моему дня три если не ошибаюсь сейчас мы точно это посмотрим ангел-хранитель от dimensions у меня судя по моему по моему графику вышивался по моему один день из нет ну точно я вот три дня вышивала там один день в октябре да не отметил 2 а вот я отметила ну цветом другим закрасила неправильно сделала ангел-хранитель вышивался два дня в сентябре и один день уже в октябре я повышивала поэтому да уже три дня норма была у нас тысячу крестик в идеале конечно было вышивать всю неделю но я была увлечена шляпкой поэтому я переключилась в оставшиеся дни практически за один день завершила норма там девяти крестиков мне не хватало так каковых села и тем более что по сравнению со шляпкой этот процесс намного легче вышивается что давайте покажу на каком я этапе становилась сейчас вот и это практически почти 46 процентов уже план у меня был 50 процентов сделать наверное я повышиваю и еще не знаю уже боюсь даже загадывать но вот такая красота и мне так нравится мне так не хочется переключаться и вы знаете я тут пошла тем же способом как и в меняю шляпки то есть я беру ниточку и вот пока пасма не закончится вот ищу где вышивать этой ниточкой вот и вот вышиваю если я уже вижу что больше негде вышивать этой ниткой тогда я переключаюсь на другой цвет ну или если далеко высоко то есть потому что я хочу передвинуть нас на пах эту работу я люблю когда у меня внизу в самом вся работа не люблю тянуться вверх хотя вот пас хотя вот с напада они живут широкие по высоте и по ширине ну я не люблю вот тянуться уже суда мне не нравится мне надо это все дело спустить чтобы вышивать и как я вижу допустим что у меня нет этого символа уже это все тоже с помощью кростич саги я вот выделяю здесь какой-нибудь ну вот тут он какой-то выделен допустим и я смотрю есть он у меня где-то еще или нет если я вижу что вот ну нигде его больше нет то все тогда ниточку откладываю что вот все ну вот видите вот здесь вот очень далеко высоко я туда не иду ниточку откладывая так если поблизости какие-то цвета есть рядом еще вышивать то я продолжаю это делать в общем так мне очень нравится это гораздо быстрее вышивается таким образом красиво получается очень красиво яркие сочные цвета такие вот ох они вот это сочетание вот этих оттенков сиренево-фиолетовых плюс желто-коричнево-лимонных плюс вишневых тут еще и зелень извините это очень-очень мне нравится обожаю такое сочетание поэтому получать конечно полнейшее удовольствие надо переплетать уже ниточки тоже организованы вот на таком я поняла что я их а просто обожаю уже все это это самое forever вот эти органайзеры для меня все они любовь наверное навсегда если только что-нибудь новенькое придумают не знаю могут ли придумать что-нибудь новенькое лучше и и круче очень люблю эти органайзеры так что вот такое такое дело в итоге у меня получилось организация да то есть организацию я не меняла потому что практически с самого начала вот я ее как вышиваю то есть но тоже была на пяльцах еще в восемнадцатом году начала там 20 крестиков сделал но основном работу вышивала девятнадцатом году конечно вот как я организовала и на кус на по да вот я тоже вышиваю с помощью бумажной схемы постоянно подглядываю в кроссе сагу потому что здесь минимальное количество ошибок есть так что знаете я точнее вышиваю по саге сверяюсь по бумаге по здесь наоборот да очень удобная у меня здесь эта сумка было таких несколько было бы здорово то здесь есть карман для предвью схему сюда можно хранить вот нитки здесь органайзеры здесь можно всевозможные аксессуары тоже в карманах хранить она удобно и сама вот эти вот курс на плане такого размера что они полностью помещаются сюда застегиваются и хранить эту работу очень удобно не убираешь схему тоже снял все это дело убрал вот сюда то есть все схему как я говорила вот сюда чтобы она излишне не помялась вуаля то есть я все это убрала очень удобная сумка хранить ее здесь конечно удобно ну и так давайте подведем небольшие итоги что же я тут было на планировала себе да за весь на сентябрь месяц и чего я достигла в сентябре месяце как видите большая часть месяца была посвящена работе от миробилия лили потом я повышевала вот шляпку ну если вот по календарному времени смотреть то где-то не на неделю меня хватает то есть если бы были бы эти дни тоже вышивали я бы их вышивала то нормально как раз на многоцветку меня хватая хватило первый раз может это первый раз так только на неделю и дальше я переключилась на другую работу но хотя кто знает если в рулетка не выпала может продолжала бы вышивать эту работу дальше честно говоря понравился с рулеткой потому что я хочу до вышивать до 50 процентов а потом даже не знаю за какой проект не взяться вот но что касается планов тут я на планировала сама такая знаете я записала в начале сентября потом посмотрела и сама была в шоке чуть я тут написала вообще а написала и интересненькая да вот я написала что нужно закончить зайку оксанку галочка есть не забудки реолис я к ним не приступала вообще безобразие полнейшие продолжить меняю шляпку 5000 крестиков я наваяла волшебный лес 5000 крестиков даже не приступала 12 красавиц 10 тысяч крестиков даже не приступала а вот на лиле я писала 3000 крестиков наваяла целых 9 так что здесь я план перевыполнила было плану я уже говорил что это завышенный план 30 тысяч крестиков я уже потом поняла что надо 20 к 20 хотя бы стремится так что здесь тоже прочерк не в не случилось и так за месяц я закончила одну работу продолжила три работы не начала ни одной бравы мне так потому что я из тех кто склонен начинали разбрасываться и вышила я вот судя я себе уже не только график теперь в виду вот график да ну вот у меня есть на сентябрь но я себе веду уже и трекер то есть решила вести треки чтобы потом быстренько подбить количество крестиков так как все равно все фиксирую кроссе чсаги оттуда просто переписала 17 281 до 20000 мне все равно немножко не хватило но были не вышивальные дни сразу скажу что не вышивальные не потому что мне вышивать не хотелось то что потому что ну не было возможности в этот день повышевать поэтому вот бы есть пропуски в идеале мне конечно хотелось чтобы весь этот месяц на календарный был бы закрашен все такая вот все бы такая на вышивала ну я в принципе сказать что месяцем недовольно не могу месяцем я довольна более-менее так единственное что конечно я так заглядывать то надо в то что ты планируешь поэтому наверное я имеете на месяц октябрь еще хотя уже сегодня что-то примерно и до запланировала себе на месяц октябрь так ну наверно кстати вот по тут есть два к одному цели тоже у меня было на завершение три работы не забудки носок и зайка одна цель уже готова на продолжение у меня было значит волшебный лист 3 листа меняю шляпку десять тысяч двенадцать красавец десятую лили половина или все кроме бисера в лучшем случае ангел дим половина и центр под вопросом я себе ставлю значит две цели можно сказать из поставленных на игру я добилась уже да то есть половина лили есть зайка готова есть значит сейчас у меня идем идем стремительным шагом к третьей цели ангел дименшин с половиной а там дальше посмотрим как будет продвигаться так ну на октябрь я еще себе не писала третье число я себе еще на октябрь не нарисовала цели посмотрим так на третий квартал зато нарисовала октябрь нет и я так подумал что наверное я октябрь сначала распишу понедельно попробую сейчас понедельно расписать начиная с той недели 7 числа и потом вот это все суммирую то есть вот так попробую что и что и как и к чему там я буду двигаться и буду стремиться буду решать и у меня не знаю поделиться с этим с вами сейчас или даже не знаю по ходу я вылечу и собственной игры потому что все таки мне надо начать один один проект и я я сейчас сам сомнения мне надо начать его вышивать на примету сейчас тут благоприятные дни и мне желательно начать срочно вышивать этот проект очень желательно вышивать срочно примета примета для меня важная ну я вся в сомнениях вся в сомнениях то есть начинать мне или не начинать все таки новый проект потому что если я вы начну я конечно все свои вот эти планы я просто отодвину и буду отдаваться этому проекту желательно по максимуму вот я сейчас вот то есть все это вот пришло ко мне спонтанно вот прям сейчас мы не знаем поэтому как мне до планировать всякие вот эти вот вещи я даже не знаю вот она вот так случилось ну ладно сейчас у меня сумбур в голове по поводу нового проекта поэтому не буду я на этом долго останавливаться за сентябрь я перед вами отчитала что будет в октябре посмотрим возможно вас будет ожидать сюрприз вы узнаете это в одном из следующих видео с вами была оксана тереза пока пока дорогие мои спасибо вам за внимание вышивайте только удовольствие и до следующих встреч